Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, не забывайте, чтобы не пропустить ничего интересного. И буду, конечно, признательна за любую обратную связь, будь то лайки, либо комментарии. Сейчас хочу показать вам такой расклад, будем называть его на измену. На измену, это сейчас будем говорить о том, что измена понятие такое достаточно завуалированное, будем так говорить. Я хочу про такую измену посмотреть, она завуалированная. Почему? Этот расклад подойдет тем, кто только подозревает, но нет четких фактов и доказательств. Ну, такой как бы расклад-скан, как я называю этот расклад. Хотя предпосылки для этого даже очень могут быть. Потому что мужчина, если говорить о мужчинах, часто может говорить, что я буду с тобой, я тебе верен, я никуда от тебя не уйду, я люблю только тебя. Это еще одна сторона медали. А с другой стороны, какая-нибудь женщина, либо девушка его уже присмотрела, я называю это, что мужчина находится уже под колпаком фактически. А женская магия, знаете, женская такая вот интуиция, женская магия, она делает чудеса. Если женщина или девушка все-таки наметила, будь то он женатый мужчина, либо он встречается с какой-то женщиной, она, как правило, от своего не отступает. Я не буду сейчас долго вдаваться в эти подробности, но результат бывает, как правило, такой. Женщина, либо девушка застает своего любимого мужчины, который был под колпаком, ведомый, но об этом не знал, но женщина своего все набивается, застает его в постели другой женщиной. И когда мужчина говорит, дорогая, это совсем не то, что ты подумала, бывает так говорят. А в других случаях мужчина может сказать, я совершенно не знаю, как так получилось, и он будет прав. И он будет прав. Некоторые мужчины очень любят своих женщин, но чувствуя какого-то, возможно, интереса, либо утверждение своего эго, они тоже могут, мужчины полигамные, тоже могут совершить такую опушность, побыть с другой женщиной, так тоже бывает, но это еще не говорит о том, что мужчина может терять к вам интерес, так тоже бывает. И поэтому здесь ситуаций достаточно множество, хотя сами мужчины измену иногда не считают за что-то такое страшное. Ну да, там что-то было, и что здесь такого, ну, люблю-то я тебя. Наверное, кто-то такое уже слышал не один раз, кто бы, возможно, попадал в такие ситуации. Ну, конечно, это неприятная ситуация, это понять очень сложно с этой стороны, со стороны женщины понять, да еще и простить. Обидно? Конечно, обидно. А есть такие чувства, когда, ну, мне кажется, все-таки в прошлое ушли времена, когда мужчина приходил, у него помада на губах, да? Либо от него не слой чужими духами. Сейчас мужчины у нас достаточно такие продвинутые в этом плане. Массовая информация делает свое дело. Либо примеры друзей делает свое дело. И никто, конечно, не хочет выдавать. Ну, помада на рубашке это явная, а есть скрытая. И поэтому можно вот таким раскладом посмотреть, вот таким складом можно посмотреть, что же на самом деле, возможно, происходит внутри у мужчины. Так ли это? Подтвердятся ли ваши догадки, например, да? Либо ваши подозрения. С этим раскладом я предлагаю предсоединиться тем, у кого есть какие-то подозрения. Возможно, вы можете получить какую-то информацию для себя. Но предупреждаю только для тех, у кого есть подозрения. Всех, например, мужчин проверять не надо. И вдруг, не дай бог, вы получите ложную информацию, и будет очень нехорошо. Зачем вам такой осадок на душе? Просто интуитивные люди ищут ответы на свои вопросы. И, возможно, кто-то зашел на мой канал, и этот вопрос уже мучает давно, и хочется действительно проверить и это посмотреть. Давайте это сделаем. Еще раз говорю, подключайтесь, кто хочет это сделать. Кто-то хочет просто посмотреть этот расклад, как он выглядит, как я это делаю. И заказать, может быть, этот расклад, либо какой-то другой. У меня просто чисто индивидуально. Все контакты под моим видео есть. Вы можете написать мне в Viber или в WhatsApp. Я всех вас вижу, всех вас слышу. Отвечу, когда будет время. Потому что иногда я делаю консультацию, либо могу быть занятой. Но я обязательно отвечаю. Итак, приступим. Кто хочет, повторяю, подключайтесь. Либо просто посмотрите, как выглядит этот расклад. И какие в нем есть пункты. Итак, первая карта. Эта карта содержит ответный вопрос. Как, в принципе, партнер к вам относится сейчас? Даже несмотря на то, что у вас есть какие-то подозрения. А может быть, вы ошибаетесь. А может быть и нет. Это такое сакральное, считаю. Все, что скрыто, это сакральные такие вещи. То, что человек носит под сердцем. Возможно, даже в голове, но не хочет показывать. Вторая карта содержит такой вопрос. Как мой мужчина вообще, в принципе, относится к противоположному полу? Это такой тоже сакральный вопрос. Потому что многие мужчины скрывают. Есть, как мы называем, бабники, например. Которые очень любят. Даже не то, что они там бегают по этим женщинам. Что-то с ним предпринимают, что-то сделать. А, в принципе, кто-то понимает, что чужая территория. На нее заходить нельзя. А для кого-то это совершенно не принцип. Он может просто отбить, как говорится, у своего друга. Либо вести какой-то образ жизни. На две семьи. Да все что угодно. И вообще, в принципе, как мужчины относятся к женщинам. К женскому полу. Третью карту я положила. Имело ли вообще место измена быть в душе этого человека? Но здесь эта карта очень интересна тем, что были ли физически интимные какие-то отношения. Может быть, куда-то уезжали. Может, мужчину выкрал какое-то время. Выкрал для этого. Может быть, мужчины же, они такие хитрые. Они такие познаватели в нос. И, может быть, решил познать что-то новое. Может, он доел что-то старое. Он решил что-то познать новое. Познал новое. Ему не понравилось. Думает, пойду-ка я лучше к старому. Ну, тут всякие всевозможные. Вдруг этого не было. Это просто подозрение. Может, человек просто подумал об этом, либо мечтает. Да всякое бывает. Что у них там в голове ходит? Четвертая карта. Была ли измена уже, знаете, на чем? На уровне эмоций. Состояние влюбленности. Это то, что он каким-то, как сказать, позволил себе эмоционально обращать внимание на какую-то девушку и уделять ей больше внимания своего ментального, как я говорю. Это то, о чем человек думает. Ну, думает больше о ней, чем о вас. Было ли такое? Был ли у него какой-то порыв, а потом, что надумался? Да, и всякое бывает в жизни. Вот увидал, ой, как красиво, мне нравится, она там, либо что-то в этом ироне. И некоторое время периодически о ней думал. Далее может такое произойти, что думал-то думал, а встретились, и ничего не получилось даже в разговоре. Так, далее. Пятая карта. Какие истинные причины поведения вашего мужчины с вами? Истинные уже. На самом деле то, что невидимое, можно посвятить истинные. И шестая карта. Что ожидает в будущем в отношениях? Это такие тривиальные две карты, которые обязательно есть в любых раскладах. И, конечно, это нужно посмотреть, несмотря ни на что. Вот про что я как раз и говорила. Может быть, была измена у мужчин, если оно любит. Но это вы так относитесь к этому. А мужчина, возможно, так не считает, что он там, ну да, что-то там было. Ну, дурак, да, ну, прости, ну, бывает. Нужно прощать иногда. Почему? Потому что, ну, люди тоже ошибаются. Ну, всякое бывает. Ну, тут уже, знаете, у каждого своя ситуация. Поэтому надо разбираться буквально отдельно с каждым. И с каждой парой. Итак, приступаем к раскладу. Я сейчас открою карты. И мы их посмотрим сейчас. Что они нам покажут. Еще раз говорю, присоединяйтесь, у кого есть желание к этому раскладу, со своей ситуацией. Либо просто посмотрите, как вылетает этот расклад. Какие бывают карты, какие бывают значения, какие бывают ситуации. В принципе, я всегда говорю, что цвет расклада, еще раз буду повторять, что я повторяла, цвет расклада для меня лично имеет большое значение. Если расклад темный, как мы видим, да, либо расклад бывает на 50%, как мы видим, по цвету я вижу только есть одну яркую карту. И еще одну вижу. И они как раз друг на дружке находятся. Ну, ладно, давайте по порядку. Мы, возможно, к ним еще вернемся. Но цвет мне пока, честно говоря, не очень нравится. Ну, посмотрим, что нам покажут карты. Это мое такое первое впечатление. Визуальное, да, и пока мы не перешли к самим значениям этих карт. Итак, как партнер относится к вам. Восьмерка Пентакли, карта очень хорошая. Вы ему нравитесь, он хочет развивать отношения. Он стремится это делать и будет это делать, однозначно и понятно. И он готов идти в будущее с вами. И он, кстати, старается это делать. Вот на самом деле он старается. Это, будем говорить, по-честному, да? Вот такую карту я вижу. Но мы, как всегда говорю, я буду иногда возвращаться, потому что все они взаимосвязаны. В какой-то карте. Второй вопрос. Как партнер, ваш мужчина, взаимодействует с противоположным полом? Ой, вижу я ту за Пентакли. Туз Пентакли говорит о том, что мужчина ваш любит женщин. Но любит в таком плане, что, во-первых, он, возможно, привязан к своей маме. Он любит своих родственников. И у него очень хорошее женское начало в плане того, что есть мужчина, озлобленный на женщин. Говорят себе об дуре, либо что-то в этом роде. Здесь мужчина отлично относится, потому что, по всей видимости, мама – это зачаток воспитания, это зачаток эталона для мужчины женственности. И здесь я не вижу, что мужчина какой-то бабник, либо прохвост в этом плане. У него такое фундаментальное отношение, очень порядочное отношение к женщинам. Очень порядочное. И поэтому я так вижу, что такое достаточно даже светлое отношение к женщинам. Он их рассматривает, знаете, как говорят, майонезовые пробовали, это есть, да? Он их рассматривает с точки зрения какого-то просто наглядного примера, что какие они бывают. И, возможно, у него, в его судьбе не было плохих таких примеров еще пока, да? Вот. И опасности для него женщины, в принципе, никакой не несут, я верю. То, что спинтакли очень хороший, хороший знак, будем так говорить. Далее. Но мы еще, может, опять вернемся. Содержит вопрос на третью карту. Были ли интимные отношения у мужчины? Нет. Для него этот вопрос неподъемен. Даже если он бы, говорится, и думал бы на эту тему, он все равно на это не пошел. Потому что для него, в принципе, эта ситуация просто не подходит. Да у него не получится. У него даже не получится. Кстати, вот из истории моей работы, моих клиентов, да, были такие ситуации. Когда мужчина, как говорится, даже попытался это сделать, но в последний момент он просто передумал, потому что совесть у него, извините, взяла. Как говорится, верх над всем этим, и порядочность тоже сам. Для него это, в принципе, неподъемные такие вот. Он даже думать об этом не хочет. Это не для него. Просто изменять это не для него, как я вижу. Ну, это про интим, я говорю. Это интимные отношения мы смотрим. Он не хочет даже пробовать это делать. Далее. Четвертая карта. Была ли измена на уровне эмоций, состояние влюбленности? Вы знаете, человек не подпускает даже близко этой мысли. Он окружен. Вот он так учет, что поставил барьер. Он ничего лишнего, ничего личного. Он ни о ком даже думать не хочет. Для него это тоже, вот даже как и по этой карте, для него это тоже просто полное отторжение на состояние влюбленности. Он не будет ни о ком думать совершенно. Ему это не надо. У него есть свои, как говорится, цели в жизни. Своя женщина. И он не будет об этом думать. Вот он окружил себя какой-то мечевой такой неприкосновенностью. А еще одна карта может быть о том, что у человека в жизни, в принципе, был такой пример, когда у него разрушились отношения, когда он допустил такую ошибку. Возможно, грехи у всех есть. Но пока что теперь человек ученый. Он окружил себя и никаких больше контактов налево ему больше не хочется. Даже на уровне эмоций. Далее. Какие истинные причины поведения вашего партнера к вам? Повторяем эту карту. Очень похоже. Рыцарь Жезлов. Он хочет с вами продолжать жизнь. Он хочет дальше с вами жить. Развивать отношения. Смотреть вас с вами в одну сторону. Ну, как, чтобы, говорится, ваши интересы были. Говорят, две головы повернуты в одну сторону. Это общие цели, общие интересы. И он охотно, с удовольствием к вам будет сюда приходить на свидание, если вы встречаете. Будет сопровождать вас с работой. Как говорится, будет гулять с вами везде. Сопровождать в поездках, да. Либо в семейной жизни, как говорится, вести общий быт. И жить семейной жизнью с удовольствием. Он будет это продолжать. Потому что Мечевая, извините, Жезловая Масть, она горячая. Это двигательный. Он даже ни на минуту не задумывается о том, чтобы все это прекратить. И шестая карта. Она содержит ответ на вопрос, что же вас ожидает в будущем с этих отношений. Аркан Повешенный. Аркан Повешенный показывает, что это такая определенная привязка. У него очень много значений, у этого Аркана Повешенный. Но это постоянство. Это то, что вы будете жить дальше. Либо будет встречаться дальше. Это карта упрямства, будем так говорить. Карта целеустремленности. Что никуда вы друг от друга не денетесь. И даже если кто-то захочет повлиять на вас со стороны, либо вы захотите изменить какие-то отношения, судьба вам не даст то и сделать. Конечно, эта карта предвещает в отношениях определенные проблемы. Определенные проблемы. Но у кого у них нет. У кого их нет, как говорится, этих проблем. Но это какая-то жертвенность. Люди будут встречаться, любят жить. Либо что-то там, какой-то гражданский брак. Но будет некий, придется чем-то жертвовать во имя этих отношений. Но сейчас тема у нас идет не на эту, не на эту тему. А просто я показываю, что зависны люди друг на друге, как говорится. Зависла ситуация, зависшая ситуация. Отношения будут продолжаться. В принципе, измены мы тут никакой не увидели. Да она нам, собственно говоря, не нужна ее было видеть, как я считаю. Поэтому кто подключился к этому раскладу, я думаю, не будет разочарован в своем спутнике. Так что, мои дорогие, вот такой расклад на измену я вам показала. Если кому-то нужен был такой расклад, пожалуйста, мои координаты, мои контакты под видео есть. Всего вам доброго, мои дорогие. Я буду еще делать расклады на всякие разные интересные темы. Заходите на мою страничку, на мой канал. Всего вам доброго, удачи!